Одинцовский округ полностью выполнил план по частичной мобилизации. Она завершилась еще 17 октября. Всем участникам за это время оказывалась юридическая и социальная поддержка. Об этом шла речь на еженедельном совещании главы муниципалитета. Призвано по мобилизации 300 тысяч человек, которые находятся сейчас, кто-то уже выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции, кто-то находится в учебных центрах на пунктах сбора и готовится при выполнении задач, которые перед ними поставит командование. Необходимо отметить, что в эти 300 тысяч свою копилку, естественно, нанесла Московская область, о чем доложил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. И, конечно, наш Одинцовский городской округ, который план по частичной мобилизации выполнил в полном объеме. За что я должен быть благодарен, и мы, наверное, все, гражданам, прибывшим по повесткам о призыве на мобилизацию, и особо, наверное, добровольцам, которые прибыли без повесток в военный комиссариат. С 14 октября в Одинцовском округе активно ведется помощь родным и близким резервистов. Благодаря первому в Подмосковье центру поддержки семей мобилизованных каждый день рассматривается большое число обращений. Наиболее важный вопрос, который возникает и поступает обращение, это, конечно же, по-прежнему денежные выплаты мобилизованным. Количество таких обращений за неделю составило 61, а 61 обращение – это на 41% больше от всех обращений, поступивших за неделю. Также хотелось бы отметить, что вопросов по выплату возросло еще больше, так как теперь возникают вопросы не только за правые выплаты на единовременное, но и денежные довольствия, которые на случай получает от Министерства обороны. При этом работа в центре ведется систематически и на постоянной основе, отметил Андрей Иванов. Для нас важно не просто открыть какое-то красивое помещение, назвать его центром поддержки. Для нас важно в ручном режиме сопровождать каждую семью, которая нуждается в помощи. Безусловно, не все смогут или не все хотят приходить в центр, поэтому мы должны находиться с этими людьми в тесном контакте. В контакте прозванивать людей, осуществлять обходы, предлагать свою помощь с родителями, женами, с детьми и с другими родственниками постоянно контактировать. Также присутствующие обсудили старт осенней призывной кампании. В этом году она началась 1 ноября. Из-за частичной мобилизации призыв был перенесен на месяц. На срочную службу вооруженной силы из нашего муниципалитета предстоит призвать 300 человек. И призывники не будут отправляться в зону специальной военной операции, заверил военком. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.